доброго здоровьица уважаемые посетители моего канала ну что так сказать вздрогнем вздрогнем пройдемся по вашим я хочу увидеть небо но может и море я хочу увидеть небо но может быть и такс 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 я я себя называю по всякому называю себя по всякому по всякому и и и и и и и и и еще открою почту «Открою почту, открою почту, открою почту, 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 тарарарам, да-ра-та-тайдам, и почитаем, 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 да-ра-та-найдам, да-ра-та-найдам, да-ра-та-найдам». Итак, важно ухватить бычару за рога. Я вам говорил, что людьми правят побуждения. То есть это самая первая программа, которая заложена в человеке, в его сознании, для того, чтобы он вообще жил. То есть для того, чтобы человек жил, как и любое другое существо, его надо побуждать. И вот эти побуждения начинают порождать разного рода, побуждения порождают мыслительные процессы, которые в конце концов, следите за моей мыслью, начинают притворяться в ваши потребности, степень их выражения, этих потребностей, ваши желания, привычки, хотелки. И в конце концов, из всего этого начинает прорисоваться характер человека. И вот эти все, вот эти вот оттуда идущие мыслишки, мысль, это же энергия информации, так или иначе начинают влиять на построение еще у зародышей нашего тела. Хотя таких мыслей нету, но они с прошлого, с прошлой жизни еще проявляются. Кто не в теме, тот может это пропустить. И мы получаем соответствующее тело, формы, возможности и так далее. Так вот, к чему я это все веду. Я веду это к тому, что вот эта вся мыслительная деятельность так или иначе начинает проявляться в нашем образе жизни. И, естественно, начинает порождать, если правильно относиться, то есть настроить свой организм, организм настроить с помощью мысли, он настраивается с помощью мыслительной деятельности. Это важно понимать, как любая программа в компьютере. Вот. Можно получить замечательные результаты, если же просто-напросто в это дело не вникать и вообще даже не понимать, откуда идут вот эти вот мыслишки, наши желания. И это мы желаем этого? Это нам действительно надо? Или это кто-то через нас желает это получить? То есть на обыкновенном уровне, то есть нас работодатель побуждает к тому, чтобы мы на него поработали. Якобы мы что-то там имеем и так далее. Точно так же в тонкоматериальном мире это все вот таким вот образом проявляется. Вроде бы побуждение, и начинается, так сказать, все это идти. И, знаете, вот такое вот выражение у меня появилось, я не знаю, как его заменить. И вот от этого умственного дерьмеца, во-первых, его надо понимать, что это за умственное дерьмецо имеется у нас. Ну и далее, значит, знать, как с ним работать. Пример. Вот я вам говорил на теме голодания, что для того, чтобы начать успешно голодать, надо пройти определенный процесс узнавания самого себя. Как мы настраиваемся на голод, как мы проводим его, как мы выходим из него, умеем ли мы сами себя контролировать, и так далее, и тому подобное. И вот когда вот эти вопросы мы решим с помощью малых сроков голодания, потому что тут подключается еще физиология, которую надо, с одной стороны, уходя в голодание, кое-какие процессы гасить, а кое-какие разворачивать, видите как? А на выходе, наоборот, значит, вот эти гасить, а другие разворачивать, и это все делается не за одну минуту, не за одну минуту, и тогда начинает получаться, получаться, будем, хорошие результаты. И если же это не понимать, результаты будут, ну, можно сказать, плачевники, плачевные. Итак, вот мы, ну, знаете, вот тут опять-таки встают такие вот вопросы. Вот для того, чтобы с каким-то человеком о чем-то договориться, ну, надо, ну, буквально-таки, обговорить много вещей, сказать ему, вот если ты доверяешь мне, чтоб я тебя провел по голоданию, значит, ты должен мне ежедневно высылать видеоотчеты, что, что там, как ты там делаешь, вот, и свои какие-то намерения, что ты хочешь сделать, а я уже скажу, делать это или не делать. То есть договорились, что вроде как голодать, будем 21 день. Вот. 21 день. А отголодал? Вот смотрите, так вот, немножечко почитаем. 17 день прошел хорошо. Вот. Значит, я тут занимался своими делами, приснился сон, вижу, сижу на чердаке, тут появляются молодчики соседей из соседней банды, они напали давно на меня и искривили нос ударом костетов в носа. И в реальной жизни это было. Во сне они открыли притун, я испугался и проснулся. Не совсем понимаю, к чему сон. Испугался и проснулся. То есть человек чего-то испугался. Он испугался дальнейшего, вот я сейчас понимаю, дальнейшего процесса. Если бы он мне сказал, что он собирается тут что-то выходить и так далее, я бы кое-что подкорректировал, настроил бы его соответствующим образом на предложение. Значит, дальше он пишет. На протяжении дня пил воду, вроде хорошее самочувствие, вечером поставил клизмы и так далее. И так далее. Я тут ему напишу. Далее, вот такие сны. У меня сегодня днем очень хорошее самочувствие, приподнятое настроение. Это, смотрите, уже день 18 идет. Я так понимаю, да? Ночью приснился сон, что я откусил кусок хлеба и сразу же выплюнул. Да, вот, вот, на голоде, вот на таких сроках жизнь во снах идет во всю. Тут тебя начинают показывать, разъяснять и так далее. Значит, пишет дальше, голова работает ясно, тело как будто поет и приподнимается над землей. Спасибо вам за помощь и знания, которые вы делитесь с уважением, да? Хорошо. То есть, я все, на голод идет хорошо. Я ему пишу, да, хорошо, отлично. И так продолжать. Пока все идет отлично, организм обновляется, подключается. Продолжить до 21 дня. Делайте все то же самое, очистительные процедуры, физическую активность с помощью образных волевых настроев и просто так поднимайте самооценку и чувство радости бытия. Я вам говорил, что на голоде надо буквально так настроить, что каждая секунда, проведенная на голоде, особенно на этом, она в вас идет обновление, очищение и поднимается ваша самооценка, вы поднимаетесь все выше и выше по ступеням самореализации, так скажем, самореализации, самосовершенствования. Далее он пишет, это уже где-то 18 день или так далее, то есть на голоде вообще-то настроение довольно-таки быстро меняется, в зависимости от того, что-то там начинает выходить или там образовались шлаки или еще что-то, или еще что-то. Это надо понимать вовремя сделать там очистительную клизму либо то, либо все и так далее. Ну вот смотрите, что он пишет. Я попробую писать, что у меня происходит в голове, в голове, в сознании. У сознания происходит. А сознание может быть вот тут, мимо головы. голова это просто-напросто как железяка в компьютере. Неизвестно где, что происходит. Железяка просто считывает этот процесс, чтобы вы понимали. С одной стороны, давай, Андрей, выходи из голода, ты уже и так 18 дней проголодал. Видите, те мыслишки, с чего я начал, которые сидят у нас в глубине, они начинают гнуть свое. То есть, они чувствуют, что они отмирают и им надо возобновление прежней деятельности для того, чтобы остаться, грубо говоря, в живых, паразитироваться на этом человеке и дальше продолжить морочить ему голову и, грубо говоря, наслаждаться тем, что они живут в таком организме, которым руководят и так далее. Так, видишь, другие живут полноценной жизнью. Что такое полноценная жизнь? Я уже как-то об этом говорил. Вот это все, что здесь творится, люди просто так привыкли жить, но это полноценная жизнь или это не полноценная жизнь? Или просто то, что ты ешь, чем удовлетворяешь привычки, это полноценная жизнь? А может быть, надо по-другому есть, по-другому несколько удовлетворять свои привычки, которые которые бы тебя возвышали, тянули по пути самосовершенствования, но при этом не порождали никаких болезней. Читаем дальше. Качают мускулы, заботятся о семье. Это все можно делать. И качать мускулы, я уже говорил об этих мускулах, что они должны быть функциональны, а не просто бутафорию какую-то. Бутафорию создают только тогда, когда вы хотите с помощью этих мускулов что-то там заработать. Для жизни большие мускулы не нужны. Это нагрузка, лишняя нагрузка на организм, который его изнашивает. Заботиться о семье. Ну, а кто вам семью мешает создать. И для того, чтобы создать семью, я как раз делал видосик, как понравится другим людям, что лежит в основе того, чтобы люди обратили на вас внимание. Для создания семьи не нужны бивнерезы вот такие вот. Для создания семьи должна быть внимательность, доброжелательность, проведение какого-то общего времени, общие какие-то интересы и так далее, чтобы вы вместе жили, а не то, что вот, вот я такая красивая, а я такой красивый, и вот мы тут встретились красивые, а потом, а потом каждый там по себе, и я хочу вот это, а я хочу вот это, что это за семья. Кстати, такие семьи были, взять вот, грубо говоря, Майкл Джексон, да, кто-то у него, не просто какая-то там женщина, а вот дочь Элвиса Пресли, ну и что, они прожили с ней? И что там у них получилось? Почитайте вообще-то, поинтересуйтесь, вот это, вот такие примерно настроения, а я вот сейчас королеву, а я вот сейчас. Семья это нечто иное, и для того, чтобы семья совсем по-другому надо относиться к другим людям, чтобы они соответствующим образом относились к вам, а не то, что я там подъехал на машине, там вышел, там такой брутальный, крутальный, ну и что, да, машина хорошая, и телосложение хорошее, может быть, даже и здоровье хорошее, а сознание ваше, извините за выражение, с дерьмецом, с таким дерьмецом, что с таким красавчиком невозможно жить, ха, сколько эти поразводились олигофрены, одна жена, другая жена, третья, пятая, десятая, все не так и так далее, потому что она об одном думает, он об другом думает и так далее, и тому подобное, вот и все, заботиться о семье, важно понимать, для чего вам семья, и естественно, как, как жить семейно, это, это, совершенно иной раздел, не будем особо касаться, но я сказал, заботиться о семье, заботиться о семье, да вы хотите заботиться, а, а, вам так говорит, герой, да я не люблю тебя, а ты тут навяжешься со своей семьей и так далее, и так далее, ей не до семьи, так, ездят с друзьями на вечеринке, оа, 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 знаете, сколько этих друзей, так называемых друзей, ложных, отвалится, только что они, вот эти вот вечеринки, и так далее, и того подобного, а когда вы столкнетесь в реальной жизни, чтобы, действительно, какая-то помощь была, или еще там, что-то такое, вот тут вы поймете, кто у вас друг, а кто у вас, так сказать, этот самый, и не друг, и не враг, а-а-а, это самое, а-а-а, а-а-а, и дружбу тоже надо там делать, ну, это несколько иной разговор, на вечеринке, и вот эта жизнь, вот эта жизнь, о-о-о-о-о, ну, вот такая жизнь, вот так живут все, а другие несколько по-другому думают там, так, а с другой, вот сам Геннадий Малахов меня поддерживает, он-то поддерживает, да вы сами себя не поддерживаете, да и чувствуете себя отлично себя, ну, и что, чувствуете себя отлично, вот как вы, и продолжаете, вот, то есть вы столкнулись с первым, знаете, как бы сказать, с первой атакой, вот этих вот, тонкоматериальных паразитов, которые паразитируют на вас, вот так они вас, это самое, хитро там обводят, знаете, как это самое, обманули дурачка на 4 пяточка, вот это вот, легко и просто, выдавая свои мысли, паразитические, из-за ваших собственных, отличить их, отличить у вас еще, нету, нету вот этого механизма, он не сформирован, для того, чтобы вы могли отличить, где вы, а где не вы, вообще, такие мысли, постоянно крутятся, ну, естественно, огромное количество, вот этих разного, тонкоматериальных паразитов, крутятся, которые вокруг вас кормятся, кормятся за счет вас, на вас, и так далее, и тому подобное, а мы это не знаем, и никто об этом не говорит, хотя давным-давно было известно, про этих там бесов, и так далее, 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 не, вот это вот мы все, знаете, вот еще одно выражение хорошее, вот это мы учение по херям, о разного рода, тонкоматериальных паразитах, это все будет, вот, какая-то психология, вам надо там успокоительно дать, вам надо еще дать, вам надо еще дать, вам надо еще дать, при этом, не понимая, вот такую истину, хочу сказать, что править миром, князь всего мира, темный князь всего мира, ну, может это кто-то это самый, править деньги, деньгами кто правит, вот эта вот штука рогатая, и все отсюда вот, так, продолжаю, голодь вчера стула не было, но выходили газы, ну, как раз началось разложение, газы пошли, это все нормально, то есть, я в полной уверенности, что идет, значит, голодь идет нормально, чувствует себя хорошо, давай остается, значит, 19, 20, 20, 21, и 22 можно выходить, ну, все нормально идет, то есть, ничего не говорил, как выходить, и тот, значит, письмо только, брек, сегодня 19-й день по счету, я вышел с голодания, почему меня не спросили, выходить мне с голодания, или не выходить, на какой хрен вы тогда, как бы сказать, меня задействовали, что я веду вас по голоду, зачем это было, что я сам там вошел, сам там делаю, сам там то делаю, и так далее, он книга есть, почитали, и так далее, далее, я вышел из голодания, пил соки, выпил суммарно, где-то полтора литра, свежевыжатых соков, был стул, вибрировала печень, тебе ссылаю фото, под вечер принял ванну, полтора литра свежих соков, организм ушел, грубо говоря, у голыбь на внутриклеточное пищеварение, там, потому что каждая клеточка, она не голодает, она постоянно питается, за счет чего-то, то есть, вот эти полтора литра, свежевыжатых соков, вот у человека, опять-таки, вот это дермицо, которое имеется в сознании, что да, сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот, все это там пройдет, как говорится, на ура, вроде как и соки, это ж полезно, но в таком количестве, свежевыжатые соки, на таком сроке голодания, это просто-напросто, вы залили свой организм, чужеродной, будем говорить, материи, которую вы не можете усвоить, не можете усвоить, естественно, она всосаться-всосалась, и первым, кто ее встретил, это была печень, печень, вот она и завибрировала, она схватилась за голову, ёханый бабай, такое количество, я сейчас работаю совсем по другой программе, а вы что вы сделали, вы меня просто завалили какой-то работой, то есть, вот эти полтора литра свежевыжатых соков, они ничего кроме как отравления не вызвали, просто отравление бывает, как бы сказать, разное по степени, и по понятиям, но вот здесь как раз вот этот вариант, вибрировала печень, бедняжка, а зачем вам, чтобы вот это вот, она там завибрировала, нахрена вы даете вот такую вот нагрузку своему организму, отголодали 19 дней, и начали, начали все эти результаты, все эти результаты, перечеркивают, ну, давайте почитаем, дальше, дальше, так, проголодал 19 дней, на 20-й день вышел, сейчас пью соки, уже второй день, на выходе, очень много идет бурой жижи из меня, так вот, как раз тут создалось вот только условие для того, чтобы вот эти вот вся жижа выходила, хотя бы вы, ну, не знаю, как дотерпеть, не дотерпеть, ну, пройти это 21 день, вот, видно, почистилась печень, бурой жижи, видно, почистил, а кто знает, самочувствие отлично, смотрите, самочувствие отлично, еще, да, мне нравится цвет, цвет и вид лица, лицо выглядит очень свеже, в теле ощущается легкость и большая подвижность, спасибо за поддержку, спасибо за поддержку, вот, вроде хорошие, хорошие результаты, несмотря на то, что человек заливает себя соками, ну, а теперь почитаем дальше, дальше, то есть, как это все начинает, вот эти все неправильные действия, сказываться, так, вчера, на втором дне выхода из голода, выпил соков 2 литра, разных видов, то есть, залил себя вообще, да, в 3 часа дня съел 2 кубика дыни, каждый такой-то сантиметр сходил в парную, там натирался отопленный масло, в 7 часов съел мороженое капуста на болгарский салат, то есть, несмотря на то, что человек думает, что все это свежее, все это хорошее, идет колоссальный перебор по пище, колоссальный, знаете, вот впихнуть в себя можно, без проблем, а вот переварить это, усвоить и вывести, это совершенно другая история, совершенно, значит, который густо заправил чесноком, лимоном и молодым луком, ну, все, знаете, вот это, мешаем, все, хрен с ним, вопхнем, так, обожгло в горле, или слизистую, так и должно быть, слизистая, отвыкает, вообще, от контакта с питательными веществами, и даже то количество, которое раньше, ну, допустим, того же чеснока, раньше, да-да, проглатывали, и ничего не чувствовали, уже, сильно действует на слизистую, и вызывает, вызывает, вот такие ожог, так, на ночь выпил отвар шиповника, шиповника с лимоном и медом еще, все туда, шуруем, шуруем, шуруем туда, хрен с ним, тут этот, то есть, человек вообще не понимает, как работает его организм, вообще, да, а тем более, как он работает на выходе из голодания, ночью вибрировала печень, чувствовалось, как там что-то трепещет, да она охренела от такого количества пищи, и всего, которое тут подается, утром встал, ага, поворачиваюсь справа, чувствую боли в области печени, в правом боку, да вы ее засадили, вы ее просто засадили, перегрузили, и она вообще, еще в этом пару дней так повыходите, она вообще у вас перестанет работать, и вся ваша красота, и все ваше здоровье, пойдут к херам собачьим на смарку, поворачиваюсь влево, тоже ощущаю, что правый бок чуть-чуть деревянный, это пока чуть-чуть деревянный, сегодня третий день, планирую выпить до пол-литра сока, пол-литра сока с уважением, но еще выпить, и все это дело задеревенеет, я знаете, не то, что там как-то я вот злорадствую, или еще что-то там делаю, я просто, ну говорил же, говорил, опять-таки, то дерьмецо, которое имеется в сознании, вот это все, знаете, оно отмело, да это, мол, это не то, вот я, я сейчас, как это самое, ну читаем дальше, сегодня, на третий день выхода из голода, я пил соки, отвар из овощей, твердой пищи не принимал, с утра, как я писал раньше, сегодня побаливает печень, когда поворачиваешь, ну поворачиваешь сбоку на бок, да, так, еще чувствуются почки, когда тренировался с утра, так, почки, а, знаете, вот все, что описано, это, вот происходит строго закономерно, человек вопхнул в себя огромное количество вот этих вот, как бы сказать, здоровой пищи, здоровой пищи, которая в данном случае не может быть усвоена, и первый ее встречает, эту пищу, печень, естественно, вибрирует, она пытается бежать из организма, трепетит и так далее, далее, как-то, что-то, куда-то, мимо, пропустилось, не пропустилось, то есть, прошло через печень, либо не прошло, в любом случае, влилась полтора литра какой-то жидкости, потом еще полтора литра влилась жидкость, и эта жидкость, естественно, должна выйти из организма, тут должны еще сработать механизмы, которые нормализуют вот это внутреннее состояние, то есть, на них огромная нагрузка, то есть, в нашем организме есть системы, которые следят за всеми параметрам внутренней среды, и тут мы вот этими свежими суками, ха-ха-ха-ха, туда ее, грубо говоря, там, залили, они там стараются, вот так вот, как-то это, естественно, что почки делают, почки делают, то, что они эту внутреннюю среду нормализуют, выбрасывают там лишнее, и так далее, и так далее, на голоде, они отвыкли вообще работать, а тут ударная нагрузка, ударная нагрузка, и что чувствую почки, когда тренировался с утра, нахрена вам было голодать, вот опять-таки, я вопрос задаю, чтобы получить такой результат, печень вы нахрен засаживаете, почки вы засаживаете, и потом скажете, скажете, а вы знаете, голодание для меня не подходит, к вечеру стало полегче, к вечеру стало полегче, то есть, кое-как организм, тара-та-та-та-та-та-та, ага, завтра, четвертый день выхода с голодания, я планирую, ездиню, дыню, он планирует ездиню, знаете, я вообще, насчет дынь, как-то это самое, не знал, что выходить на дыне, ну, смотря сколько есть на дыне, да, и возможно, под вечер салат с морковью и капустой, сегодня был самостоятельный стул, вышли, видно, спрессованный кал, когда я надавливал на него, он как был чернослив с трудом, сейчас под вечер чувствует себя очень хорошо, ничего не болит, ну, выпал чай из шипурика, румяшка из морковь, ну, вот такой вот, знаете, организм, это еще, как бы, ну, вот так вот через себя там перемелит, более-менее нормализует, настает день выхода, и он опять себя заваливает, якобы свежей, полезной, здоровой пищей, и это все, уже, уже дали о себе знать, печень и почки, и в дальнейшем, после голодания, вот этот шлейф, вот этих проблем с печенью и почками, и потянется, и потянется, дальше, что он пишет, дальше, что он пишет, и вот можете посмотреть, забыл упомянуть, язык у меня, желто-зеленый, плейлист школа лечебного голодания открыт и заполнен, бесплатно заполнен видео для того, что если вы пожелаете, вы бы могли научиться правильно голодать и приносить себе пользу, а такое голодание кроме вреда вам ничего не даст. Ну и на этой нотке и мы и закончим. Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и улыбленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 народ наступает наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в танке раздает, разылил он врачет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось волшебство мы жарно ждем и подчекание бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 народ наступает наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в танке раздает, разылил в полночет, это Новый, Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. Субтитры сделал DimaTorzok